Какие-то вещи надо вернуть однозначно, и об этом и все говорят, и в Думе говорят, вы же знаете. Видимо, им надо согласиться с Россией. Советский Союз — это какая-то ошибка, он не должен вообще быть. СССР был довольно-таки гадким местом. Уже не вернуть, но стремиться к этому нужно. Мою мать вызвали в райком партии, ей надавали по голове. Никого не трогаешь, но менты обязательно докопаются. Вот за это я их терпеть не могу. Как вы относитесь к восстановлению Советского Союза? Хотели ли бы вы, чтобы Советский Союз был восстановлен? Да. В чем это должно проявляться? В границах, в территориях, в республиках, в коммунистической партии, в идеологии? В чем конкретно Советский Союз должен проявляться? Ну, видимо, все страны, 15 государств, которые входили в состав Советского Союза, видимо, им надо согласиться с Россией, чтобы объединить обратно ту страну, которая была. А если они не хотят, у них свои государства, своя жизнь? Вот, видимо, и из-за этого и распалась сторона. То, что хотели, ну, каждая республика хотела быть сама по себе, независимой, независимой государствами. Как вы считаете, это плохо, независимость государств? Нет, в то время было лучше, конечно. Я сам, ну, не такой старичок, вот, ну, я достал еще то время. Я, поскольку, так, 82-го года, это я пошел в 7 лет в школу. Вот, это мне было сколько? В 88-й год, вот. Вы почти не застали? Да, почти не застал, вот, потому что в 91-м развалилась страна. А я в 88-м только в 7 лет пошел в школу, вот. Хотели ли бы вы возрождение Советского Союза? Нет. Почему? Надо жить в будущем, а не в прошлом. Ну, скорее всего, нет, потому что там специально делали дефицит товаров и, как бы, всякие ограничения, поэтому нет. Нет. Почему? Да, почему, да? Что в этом хорошего? Ну, молодым нужно, ну, как, по-моему, тот Черчилль сказал, что если вы в молодости не являетесь левым, у вас нет сердца. Ну, наверное, да, я понимаю, почему они хотят этого, но, как бы, СССР был довольно-таки гадким местом, грубо говоря. Я, честно говоря, не знаю ничего хорошего, что можно было бы вернуть из СССР. Да. В чем это должно проявляться? То есть, это границы, это идеология, это коммунистическая партия, то есть, что это должно быть? Ну, просто жизнь, которая была. Ну, какая она была, то есть, что это? Какая? Счастливое детство было. Нормально, продукты, питание были нормальные. Хоть такого изобилия не было, конечно, но в целом было все, и образование хорошее, а сейчас не образование, а так, непонятно что. Да. В чем должно быть это восстановление? Как оно должно проявляться? В территориях, еще в чем-то, в коммунистической партии? Ну, партия тут, как бы, так уже себе и сжила. Сейчас уже трудно сказать, потому что все уже так далеко друг от друга, что так чисто теоретически. Да. В чем это должно проявляться? В коммунистической партии, в границах? Нет, в партии не обязательно, и границы не обязательно. Сам уровень жизни, плановая экономика, чтобы уверенность в завтрашнем дне была, чтобы стабильность была, чтобы не заботился, что детей надо куда-то учиться, потом куда их устроить после учебы, нераспределение, чтобы медицина нормальная была, как в Советском Союзе, образование. Хотели бы восстановление Советского Союза? С одной стороны, да, власть очень там была сильная, и не было особо большого коррупции, и все было нормально. С другой стороны, тоже нет. Даже не знаю, как обосновать. Почему нет? Нет, все слишком строго, нет какой-то свободы слова, власти, чуть что, сразу в Сибирь. Можно? Я бы хотел, чтобы была свобода, там, пей где хочешь, кури где хочешь, ну, ладно, уголовные законы я согласен, там, за убийство, ладно, за воровство, я понимаю, там, людей наказывать. А то, что люди пьют, они никому, по сути, не мешают. Особенно возьмем, к примеру, выпивание у подъездов, да, ну, вот в ночное время. Никого не трогаешь, но менты обязательно докопаются. Вот за это я их терпеть не могу периодически. А так, в целом, ну, нормально живу, ни на что не жалуюсь, собственно. Нет. Почему? Закрыто от внешних границ, это не особо комфортно. Нет, вообще, я вообще считаю, что Советский Союз это какая-то ошибка, он не должен вообще быть. Это нереально, но какие-то вещи надо вернуть однозначно, и об этом и все говорят, и в Думе говорят, вы же знаете, да? Какие, например, вы бы хотели вернуть? Вы знаете, я бы сказал так, наверное, прежде всего, ну, я не говорю о себе. Прежде всего, госплан вернуть, понимаете, да, на место, вот, министерство все вернуть, но не в том составе, конечно, как они сейчас есть, то есть сократить, естественно, это получится и выгода определенная, вот, и все, если это вернуть, то и все остальное вернется, однозначно. Я тоже считаю, что это красивая утопия, в том виде, в каком было, это уже не вернуть, но стремиться к этому нужно, я так считаю. А вы? Полностью согласны. Да. Ну, в определенной степени, да. А в чем это должно проявляться, в идеологии, в коммунистической партии, в границах? Именно в социальных гарантиях населения, в социальных гарантиях молодежи, когда они учатся, чтобы закончили, было куда идти. Именно в этом отношении, но не в идеологии. Вы знаете, у меня исторический взгляд на жизнь, в том, что Советский Союз, к сожалению, как бы мы, почему-то некоторые его, это слово боятся, но на самом деле это Орда. В свое время в Орду ездили и европейские, там Рабург ездил, кто там еще, и они мечтали получить, но на самом деле это, я считаю, что это Орда. Когда-то гунны были, потом там Чингисхан, а Советский Союз, я однозначно к нему не отношусь, потому что были и очень хорошие воспоминания о жизни и вообще деятельности. То есть, например, дети были в пионерском лагере, все, пожалуйста, бесплатная путевка. И в то же время, лично по мне, Советский Союз ударил. Когда я себе купил новый учебник, а учительница у меня его забрала, я ей сказал, слушайте, я себе его купил, это моя частная собственность, мою мать вызвали в райком партии, ей надавали по голове. Поэтому были и отрицательные, и положительные. Вообще такого государства уж не существует идеального. Может быть, Швейцария, да, но нам до этого далеко.